На Кубани подвели итоги Краевого фестиваля ГТО среди трудовых коллективов. Финальные состязания прошли в нашем городе. Краевой фестиваль «Готов к труду и обороне» был проведен на базе Центра спортивной подготовки «Олимпийц». Организатором такого масштабного праздника спорта стало Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края. Площадкой для проведения финальных соревнований наш район был выбран не случайно. В ежегодном смотре конкурса на лучшую организацию работы по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса наш муниципалитет на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции. Я вас всем благодарю за то, что вы прибыли на нашу славянскую зиму. Благодарю организаторов Министерства спорта, что доверяют вам проводить такие мероприятия. Мы не первый раз их проводим. Мы вас ждали, мы старались, чтобы вам было уютно, комфортно, чтобы вы показали свои лучшие результаты. Мы и вы уже все выиграли, потому что мы пришли сюда, потому что я уверен, что вы занимаетесь и дома, неважно каким видом спорта. Вы готовы к труду, вы готовы к обороне, вы готовы ко всему. Здорово в деле, здоровый дух. Я вам желаю сегодня хороших результатов. Краснодарский край традиционно является одним из лидеров в стране по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также занимает первое место по числу зарегистрированных на сайте комплекса. Сегодня это более 1 миллиона человек. В регионе функционируют 64 центра «Готов к труду и обороне». А это значит, каждый желающий может присоединиться к этому спортивному движению и получить золотой знак отличия. С главной знака отличия в 16-й годы в новой степени награждается Марина Болевина Моисеева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А у меня получилось. АПЛОДИСМЕНТЫ А что вы не хлопаете? Это все развивая на власти? АПЛОДИСМЕНТЫ В числе тех, кому в торжественной обстановке в этот день был вручен золотой знак ГТО, был славенец Сергей Красильников. Он работает в школе учителем физики и не представляет свою жизнь без спорта. Это лично для меня достижение. Я вообще люблю спорт. Я постоянно занимаюсь спортом. В любом виде участвую, стараюсь участвовать в любых соревнованиях. Спорт – это здорово. Спорт – это жизнь. Спорт – это хорошее самочувствие. Это всегда хорошее настроение. Я работаю в школе, 38-я школа хутора Белика, учителем физики. Я показываю пример своим ученикам. Считаю, что это достойный пример. После разминки команды отправились проходить испытания. Побороться за победу в наш город приехали спортсмены из 26 муниципалитетов края. Всего более 200 человек. Сильнейшие команды края состязались в прыжках в длину с места, эстафетных гонках, отжимании, беге, упражнения на пресс, приседания с 8-килограммовой гирей. Настрой у всех был боевой. Мы приехали из Каневского района, выступаем за Каневскую. Настрой у нас боевой. Победим, будем первыми. Это очень нужная вещь. Нужно заниматься. У меня уже есть золотой значок. Я его получил лет, наверное, 6 назад. Сдавал тоже. Так что занимайтесь спортом, будьте здоровы. Настроение боевое. Готовы на победу, на успех. Команда у нас сильная. Я думаю, у нас есть все шансы занять призовые места. Мы приехали побеждать, потому что Славянский район победитель. К сожалению, ожидания нашей команды не оправдались. Славянцы заняли седьмое место. Лучше и быстрее всего заданиями справились спортсмены из Анапы, Тимрюкского района и Новороссийска. Команда Анапы теперь будет защищать честь Краснодарского края на итоговом этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который пройдет в Магнитогорске. Команды Тимрюкского района и Новороссийска получили кубки, грамоты и медали.